Это не значит, что в один прекрасный момент они его не сольют, как Ющенко, Саакашвили и так далее. Но пока он им удобен. Пока Коммунистическая партия еще может вернуться к выборам. Они боятся до тех пор при возвращении Коммунистского плата? Ну так это же их западная идея, поэтому они и боятся. Степаник, скажем, вы хотите спросить? Да, вырок, да. Нет, Виктор Иванович, извините, просто кто из коллег не был, у нас несколько недель назад была абсолютная премьера. Впервые перед честной компанией гостил Верил Анатолий Китрару, директор Национального центра Победа с коррупцией. Он сказал открытым сексом, по его сведениям, и сказал открыто, коллеги подтвердят, у ста богатейших людей Молдовы, я считаю, на Кипре, и общее состояние всех молдавских олигархов в совокупности составляет 8 миллиардов долларов США. Виктор Степанюк, политик-историк. Я вам хотел сказать, что мы, в 20 лет, не имеем класса интеллектуальная, которые предлагают о вариантах для современной церкви. Мы видим, как мы видим, в политике, и мы видим, много лет, в 90-х годах, и эта варианта для того, чтобы создать элита университетов в Монтуре, и, в принципе, это ищет. Так я думаю. И тогда, появилась вопроса, потому что, это важно, и это важно, когда мы предлагаем программу, чтобы сказать, что мы делаем дальше. Кто будет, это понятно уже. А что делать? И схемы будем делать. В моем мнении, мы не имеем сегодня опозиции, даже если Владимир Николаевич с партитом ведет кудрапелу сегодня, и по-настоящему 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 за руководство. Но эта класса для лидеров политиков, в сообществе, в моем мнении, в моем мнении, подсказки по-настоящему про мониторскую на русском, Не все понимают, по-тверждению. Вот Виктор говорит, что критика правильная. Я не знаю, я могу сказать свое видение, я тоже исхожу из того, что я вычитал, набрался опыта, понял и так далее. Вы понимаете, что происходит? В очень непростой ситуации, Мы понимаем, что происходит, как говорят теоретики, в процессе десуверонизации страны. Есть такой термин, да. Десуверонизация страны – самая опасная вещь, которая происходит с нами, и не только с нашей страной. Мы понимаем, что мы не можем играть одни в этом сложном мире. Нам нужны союзники, надёжные союзники. Я вам скажу пару слов на это. Я повторю и с гордостью повторю. Я считаю, что Евросоюз исчезнет с лица земли быстрее, чем исчезнет СССР. Можете меня процитировать. Это скандарное заявление. Просто мы статично смотрим на вещи. Я помню, когда в 88-м году у нас было одно из первых собраний. Я был такой молодой, горячий, так сказать. Я поднялся на этом собрании. Это было человек 50, наверное, у нас в театре. Ещё был черепотограф Кишинова. Кернатор Кишинова возле базара. И сказал, уважаемые друзья, я считаю, что СССР исчезнет. Он и жил себя. Через пять лет меня догоняет в парке академик Пета Султан, тогдашний председатель комиссии и советник президента Снегура. Говорит, Юра, я всё эти годы всё надумал. А ты откуда знал всё это? Я говорю, слушайте, господин профессор, я не знал, просто я очень желал этого. Такая чуйка у меня была. Я был не единственным. Когда мне сказал об этом Владимир Буковский в Париже в 1999 году, была международная конференция, я сдружился с Буковским, там очень приятный такой человек, можно согласоваться с ним. Он мне говорил, ты что не понимаешь, я живу в Англии уже столько лет, 70-72 года. Евросоюз исчезнет. Раньше ты предполагаешь, что вы говорите, господин Буковский, вы легендарная фигура, такого не может быть никогда, я заживу ещё. Вот посмотришь. Я думаю, что нам не стоит, мы должны абсолютно серьёзно, корректно и неагрессивно сказать себе и в обществу, что евроинтеграция не является больше приоритетным делом для Республики Молдова. Это не значит, что мы не должны сотрудничать с Евросоюзом. Боже упаси, мы маленькие партнёры Евросоюза. Это раз. Во-вторых, мне посчастливилось беседовать с известными политическими, общественными деятелями России и других группов советских стран. Вы, наверное, заметили, об этом пытался писать. И в Астане год назад, и недавно в Минске, и по другим там возможностям, как журналист, как политик. Я говорю, ребят, ну, таможенный союз, Еврозет, всё это, конечно, интересно. Но посмотрите, я процитирую вам двух российских мыслитий, которые писали в 20-е, 30-е, 40-е годы уже в изгнании, скажем. Это Иван Ильин и Георгий Федотов. Я только двоих процитирую. Кстати, Федотова мне дал другой Ильин. Есть такой батюшка Ильин, который, я забыл сейчас его имя, отец Ильин, он является официальным представителем русской православной церкви при Евросоюзе, это ран послан. И официальный представитель фонда «Русский мир». Очень интересный интеллектуал, очень серьёзный священнослужитель, светлая голова просто. Я вычитал у этих авторов, да и у других, вопрос таков, что произойдёт с Советской Россией после того, как коммунизм рухнет? Как обустроить наши отношения с бывшими окраинами Советской империи? Что это должны быть абсолютно, как сказать, разные, не под одну гребёнку. С Украиной так, с Молдовой так, с Грузией так, с Арменией так. Мысль, которая меня шокировала, потому что я часто об этом пытался говорить, я думал, что я открыл Америку. Оказывается, многие люди до нас умные и так далее, гениальные писали. Если Россия не сможет обестроить правильно свои отношения с новыми независимыми государствами, вознившими после развала СССР, эти маленькие независимые государства перейдут в объятия наших геополитических противников. Так оно и произошло. Я не говорю, что в этом верновата Россия. Мы все, когда рухнуло, это нас застало врасплох. Мы думали, что там рай земной. Россияне пошли там по тому же пути с Ельциным. А оказалось, что не совсем так. Поэтому я считаю, что мы должны осознавать необходимость очень серьёзного и позитивного диалога с Российской Федерацией и с Украиной. Не забывайте про Украину, это наш сосед. Это наш географический, не только. И стратегический партнёр должен быть более заметным. Мы должны договариваться с Российской Федерацией. И если наши европейские партнёры поймут, что мы начинаем договариваться с Россией Федерацией на очень серьёзной основе, то они будут с нами по-другому себя вести. Вот я вам приведу такой пример. Почему Польша не изменила свои земельные законодательства и в основном не изменили? Порядки выдержали в удар. Просто выдержали в удар. Сказали, ребята, мы хотим Евросоюз, но мы не будем менять эти законодательства. Земли наши, всё. Мне кажется, это очень важно. Я не знаю, я пытаюсь читать, что пишут на эту тему. Я уверен, что... Вот мне посчастливилось с Михалковым об этом говорить. Ну, светлая голова, не только гениальный художник и так далее. Я говорю, слушайте, вы, наверное, правы, потому что... Ну, нельзя всех... Казахстан и Молдова – это разные величины. Понимаете? Поэтому мне очень интересно, что... Я встречаю людей, которых не видел по 15, по 20 лет, из Америки, из Франции, из Румынии. Говорят, Юр, вам нужно дружить в Россию, у вас другого выхода нет. Я вам приведу два примера. Военный парад в Москве, господин Гиппу президент. Меня позвали на фонд признания. Я там держал речь. Вы слушайте, Германия – самая большая и самая успешная экономика Евросоюза. Проигравшая, побеждённая страна. У них там свои, наверное, какие-то чувства такие интимные. Но им нужна Россия, дружественная Россия. Это партнёр, это стратегический партнёр. Экономические, политические, энергетические, инвестиции. Молдова – самая бедная страна. И пытается махать кулаками на Россию. Зачем? Это может делать журналист, это может делать политолог, но глава государства или руководитель, вообще любого рамка. Не может себе позволить такого? Нам необходимо... Ну, я просто привёл такой экстремальный пример. Нам необходимо выравнивать отношения. И в то же время мы должны понять, что мы не должны рассчитывать, что добрый дядя Путин решит за нас наши вопросы, может помочь. Но не решит за нас наши внутренние вопросы. Ни экономические, ни политические, ни региональные, ни пренестровские вопросы. Поэтому я абсолютно однозначно говорю, что я считаю, что эмоинтеграция не должна больше происходить в этой форме. Нас считают за дебилов. Понимаете? Мне понравилось, как один священнослужитель из Румынии, Царство Небесное, говорил про Румынию лет 15 назад. Очень просто, говорит, Кремль поменяли просто из Москвы в Брюссель. Или всё. Уже директивы оттуда. Просто мы не поняли, что это новый Советский Союз на другой лад. Или другой пример вам скажу, что... Вот есть четыре основные свободы. Я не буду долго... Извините, может, я слишком... Четыре основные свободы Евросоюза, да? Свободное передвижение. Помните, да? Товаров, услуг, денег и народу. Значит, три вида движения. Оттуда сюда и только одно движение отсюда туда. В форме гастарбайтеров. Мы можем сопоставить эти величины. Я вам проскирую другого. Я сейчас крамолой занимаюсь просто. Я американцев скирую на всякий пожарный. Есть такой известный геополитик Джордж Фридман. Знаменитый дядя, да? Одна из последних веков. Следующие сто лет, да? Вот он предпринял так называемые геополитикал Джордж, путешествие такое. Турция, Молдова, Польша, Украина, Румыния. Вот или полтора назад, помните? Появилось пять статей про каждую из стран. Про Румынию пишет человек на цифрах. Слушайте, я встречался с президентом, с премьер-министром, с оппозицией, с аналитиками. И я врубился, что в этой стране еще никто не понял, что от интеграции в Евросоюз Румыния ничего не выиграла. Показывает цифры. Отвечает на вопрос, а кто же выиграл? А несколько мега-корпораций Германии и Австрии. Вот вам цифры, да? То же самое в Болгарии. Надо понимать. Я, слушайте, шутил с моими румынскими друзьями, говорю, ребят, вы думаете, что это ваша заслуга? Вы вошли в Евросоюз, или Евросоюз расширил свои рынки сбыта? Это разные вещи. Смотрите, что происходит. Извините, я могу... Меня просто это очень волнует. Я часто говорил с моими друзьями из Киева, из Одессы, говорю, нам никто не предлагает. Посмотрите, что происходит в наших магазинах. Почему украинский сок дешевле, чем молдавский? А где дорога, где таможня? А потому что это крупная держава, по сомнению, с нами. Я говорю, ребята, еще маленькое усилие, вы растопите своих товаров. А если мы все свои товары перекинем в одну область Украины, они даже не заметят. Так, а в нем море. С нами, с украинцами, никто об этом не говорит. Я не знаю, пусть это или нет. Я не знаю, если кто-нибудь из молдавского руководства когда-либо ставил так проблему. Ребят, давайте дружи с семьей. Вы большая страна, вы маленькая. Вы маленькая. С Россией тоже самое. Ребят, ну там, горох, картошка, помидоры, чем мы тут производим. Давайте немножко на вашу рынок. На европейский рынок нас не пустят. Понимаете? Это очень существенная вещь. Местно-экономические связи Республики Молдова. А мы, к сожалению, этого не хотим замечать. И поэтому я очень внимательно отношусь к этим. Вот ты говоришь, как, Виктор. А вот очень просто. Есть три инструмента. А, конечно, мы старые. Я помню, как мы себя аплодировали, когда мы стали членами международной торговой организации. Так, по-русски, да? В этого. В этого, да. Никто из нас депутатов, я, по крайней мере, признаюсь, не читал документы. Там несколько сотен страниц. О, что-то за Европу давай. Один Брагиш читал, наверное, тогда был. Примером? Нет, председателем, руководителем делегации, был замминистром экономичем. Он по долгой службы читал все это. А потом оказывается, что за такая интересная организация. Я понимаю, когда Китай с Америкой коммерческие войны ведут. А где Республика Молдова, ребята? О чем мы говорим? Мы понимаем, как мы себя связали обязательствами перед этой организацией, перед Международным валютным фондом, перед нашими внешними кредиторами. А вы не забывайте, что мы гранты не возвращаем, но все равно они даются под определенные политические условия. Даром бывает только сыр в маршаловке. Поэтому есть три инструмента. Я понимаю, что это может выглядеть скандально. Мы не должны быть в одинокими в этом. Мы должны искать союзников. Мы должны заниматься нормальной таможенной политикой. Нормальной. Если я хочу себе купить итальянский костюм, я должен заплатить, по крайней мере, в 2-3 раза больше, чем молдавский костюм. Если я хочу купить украинскую шоколадку, она должна быть в 2 раза дороже, чем молдавская шоколадка. И так далее. На то таможенные режимы создаются. Я могу привести много академических примеров на этот счет, что говорят об этом западные исследователи, но не об этом речь. Есть другой механизм, кредитный механизм. Напомню, что, вот Виктор помнит, мы тогда были депутатами, в 99-м году мы отвоевали у господина Лучинского и его друзей банк обеэкономии. Это была очень сильная война, ребята. Это не просто было, 56%. Мы-то чего ждали тогда? О, есть у правительства банк с мажоритарным капиталом. Начнутся кредитные линии. Для кого? Для наших производителей. Понимаете? А теперь молодой начальник нашего национального банка говорит, давай его приватизируем. О чем я говорю? Кредитные линии для наших местных бизнесменов могут быть более успешными, если есть один государственный банк, который делает это в прибереводных условиях. Остальные подравняются под него. Понимаете? Это очень просто. Фискальные дела тоже самое. И вот есть три рычага, которые я вижу. Таможенные, кредитные и фискальные, которые мы должны. Раз. Во-вторых, мы не хотим конкурировать с Россией или с Америкой, с Украиной по экономической мощи. Мы хотим стать сколько-нибудь самодостаточной экономикой, понимая, что без российской энергетики мы не можем, без западной технологии мы не можем, без ноу-хау мы не можем. Но это значит, что мы притаток другой экономики или нескольких корпораций. И поэтому я думаю, что это национальная идея, что это государственная идея. Я не говорю о экономическом протекционизме, изоляционизме и так далее. Но мы должны понимать, что мы никогда не поднимем Республику Молдова. Я был в селе своем недавно. Там у меня полно родственников остались. Мои двородные братья, все старше меня. Ни одного ребенка из моих племянников нет в моем селе. И так в любом селе. Ребята, еще 20 лет мы исчезнем. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Европейская интеграция или что-то еще. Нам нужно поднимать страну. И это, я думаю, что это уже не имеет никакой политической окраски. Левый, правый, там, централист. Или-или. Это просто спасение страны. Меня больше всего отручает, что вот наше поколение, среднее, у которого взрослые дети, говорит, Слушай, Юра, я такой счастливый человек, а почему? А мой сын в Дании устроился. Нет, мой сын в Германии. Нет, моя дочь. Слушайте, раньше, если человек ехал в армию на два года, все плакали, как будто на похороны, понимаете? Человек в армию уходит с села. Теперь наши дети устраиваются на Западе, и мы счастливы. Это трагедия, понимаете? Поэтому, потом, мы имитируем институции и законодательство. Оно не действует в наших условиях. Значит, нужно адаптировать институции и законодательство. Это очень важно. Адаптировать, а не имитировать, что выгодно и что удачно перенимать, что нет, не перенимать. А для этого нужно говорить. Мы не обязательно хотим стать членами Евросоюза. Потому что пока мы будем становиться, он уже исчезнет. И у нас будет в стороне отношение с Германией, Францией, со всеми остальными европейскими друзьями. Сергей Скрипник, телеведущий, телекомпания ТВС-21. Я чуть уйду из постуниверситетского образования. Я сейчас почувствовал себя ступенько. Извините, да. Это у меня профессиональная деформация. Геополитика, конечно, мне лично как-то мягче сказать. Я улыбаюсь, когда у нас рассуждают все в Молдове о геополитике. Хотелось бы как-то спуститься чуть-чуть сюда на землю. А геополитика на земле стоит? Глядай вот сюда, в Молдову. Ты вопрос растяни, чтобы Юрий закусил просто. А что закусил? Никого не надо. Так вот я хотел. Тогда я могу перевести. Не, не, не. Не, мы пошутили, Сереж. Сереж. Переуправление фискальных органов, необоснованные проверки, создание новых репрессивных структур. На сегодняшний день Марамс толходит, ну, до, не знаю до чего, серый, желтый цвет, или, ну, белый, что ли. Все, что создано было, переуправление коммунистов, яркая их экономическая политика, создание социально значимых продуктов, при этом декларация о коммунистическом каком-то экономическом сообществе в Молдове, просто смех.